друзья всем доброе утро новый день новые задачи сегодня приехал на участок сейчас прям заехал такой и не заметил одну важную деталь заметил ее уже когда подъехал остановился смотрю какие-то листы железа лежат вот и оказывается наверх то посмотрел оказывается алексей уже привез и сделал сверху окантовку закрыл вверх пока дождей нету вот завтра уже дождь обещают вот и он закрыл сверху таким вот металлом под цвет серым тоже ну там рал немножко другой но это незаметно потому что расстояние большое в принципе такой же по цвету получается серый темно-серый вот все теперь здание приняла окончательный вид вот по верхней части осталось только сделать керамогранит и тогда уже будет все но и внутрянку все-таки сквозь окна видно что внутри и это тоже еще не дает окончательный вид но вот сейчас вот этот верхняя кромка с капельником она уже подчеркнула совсем вид они наверное и еще будут прикручивать чтобы ее не сорвало хотя это он смотрю какая-то пена торчит может ее на пену посадили не знаю спрошу но в принципе все окончательный вид приняло здание сегодня хочу доделать уже закончить электрику сейчас если алексей провод привезет закончим электрику раскинем уже все с меня уже тут будет все завершено то есть по электрике останется только инженерку закончить и можно делать пол пол сделают и там уже посмотрим как будем двигаться дальше потому что я чуть 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 не вывез тут по финансовому вопросу вот возможно придется подкопить не успевая немного зарабатывать тут уходит достаточно много один фасад только сколько занят вот еще надо сегодня перетащить если ребята приедут помогут мне перетащить геотекстиль завтра дождь пойдет геотекстиль он замотан в пакетах конечно но там есть дырочки в пакетах и я боюсь что его замочит и он там начнет тоже плесневеть или гнить или еще что-то хочу его затащить под крышу или вообще склад затащить пусть он там лежит когда пригодится будем доставать отматывать вот такие вот сейчас дела по экскаватору я договариваюсь на следующей неделе вот сейчас дожди пройдут воскресенье понедельник обещают если будут и там уже по экскаватору договариваюсь будем заканчивать территорию охота тоже уже ее закончить и этот вопрос закрыть я кстати привез унитаз сейчас тоже это распакуем посмотрим я его брал в интернете там 7 дней обычно даются на возврат надо его сейчас уже два дня прошло он у меня дома лежал сейчас его надо распаковать проверить все ли в порядке ну и сантехника могу отдать пусть уже оставят они уже просили с меня инсталляцию вот еще один вопрос такой помните я выкапывал растения здесь у нас несколько деревьев шелковицы и два каких-то неизвестных дерева одно похоже на американский какой-то дуб мне сказали одно вообще не знаю на чем ни на чё не похоже здесь мы будем счесывать территорию здесь у нас возвышенность когда вот этот ров копали не ров точнее да яму вот эту тут насыпали и здесь образовалась как бы возвышенность выше фундамента примерно на уровне фундамента если мы сделаем еще 10 сантиметров его поднимем стяжкой вот это все я хочу счесать мы это с чешем туда и там канавку прокопаем вот эти деревья тут будут мешаться я хотел куда-нибудь рассадить но я пока не знаю куда их посадить потому что как бы эта земля еще будет осаживаться сейчас до весны я ничего не хочу садить плюс может быть мы что-то будем с ней переделывать с этой землей ну тут может вот этот вал уберем может туда подсыпем вот поэтому что я хочу сделать а еще сейчас там уже заказал пару деревьев и еще хочу заказать там орехи заказал с открытой корневой системой вот это же их представление пока не имею куда садить поэтому что я хочу сделать хочу сделать мини питомник и посадить вот эти пересадить вот эти деревья в контейнеры чтобы можно было легко перемещать вот я тут когда к артему ходил смотрел у него поместья 2 гектара вот у него тоже сделан питомник там елочки растут и все остальное в горшках пока что он накрыт у него сеткой такой солнцезащитной стоит и питомник такой мне кажется будет сейчас лучше сделать посадить деревья в одном месте закрыть его сеткой во первых его будет поливать удобно во вторых его зайцы не съедят как иву потому что тут зайцы гоняют сами по себе если мы его закроем вот ухаживать будет удобно все будет в одном месте вот и деревья как раз приживутся сделаем им закрытую корневую систему потом просто из контейнера достанем вместе с землей и уже воткнем куда надо вот пусть они тут годик-два пока я не определился куда что садить где что будет на когда мы вот это все раскатаем сделаем вот пусть они сидят в контейнере им наверно так будет лучше вот только надо узнать как сделать потому что я никогда деревья не садил это будет первый опыт наверное найду получше землю там вот у нас есть верхний слой с травой сгребали мы еще когда вот это здание начали строить он такой рыхлый мягкий нормально вот наверное в него посажу там плюс песочек смешаю может еще что-то вот поэтому наверное сделаем питомник и будем пока что закупать растения и ставить их здесь ну плюс еще смотрите ветер защитит их тут пока что первое время от ветра здания потому что ветер южный в основном тут ветер особо дуть не будет мы их еще тут и от ветра защитим на первое время а потом когда они приживутся мы их нормально пересадим более что я вот этим растениям там шелковицы они глубоко были поле росли я им там немножко корни по отрывал ну не выкопать их полностью там не знаю сколько на метр наверное в земле ушли вот я не знаю приживутся они или нет вот такие вот дела ладно пойдемте распакуем унитаз проверим его все ли в порядке и уже займемся дальше делами ну и срачальник у меня тут складу образовался я уже тут прибирался раз когда фланец искал сейчас когда делал электрику тут опять все разбросал вообще пока ремонт делаешь все так разбрасывается бегаешь ищешь только полдня то что тебе нужно куда ты положил не помнишь надо будет сейчас электрику доделаем еще здесь прибраться чтобы потом это все выносить когда пол будут тут заливать стяжку делать наверное с этого начнем чтоб все вынести сделать ее в первую очередь и потом обратно занести к вечеру чтобы она уже подсохла на пол сухую стяжку там вроде бы сутки двое вообще нельзя ничего делать может я ошибаюсь на такую информацию слышу едет какой-то манипулятор пока я унитаз достаю приехали взяли у парней пару лесов сосед с другой поляны дима который будет заниматься тут у меня водоочисткой вот он сказал сейчас надо пробу воды взять чтобы сделать водоочистку не знаю сегодня алексей приедет возьмем воду воду не знаю сколько там надо прогонять наверное надо сколько-то даже не знаю как воду брать на анализ вот они будут тут еще водоочистку ставить хорошую водоочистку которая будет уже идти на все остальные сооружения так унитаз я достал из машины блин я его еле машины дотащил в этот только вот эта коробка тридцатку ну там легкая 12 килограмм история унитаза значит взял я унитаз фирмы рока это загад такая модель она ну на яндекс маркете где я покупал одна из самых популярных он такой где-то тут есть картинка такой вот квадратный четырехугольный что ли с такой дурацкой кнопкой по дизайну мне не нравится вот этот унитаз вообще изначально мне рекомендовал алексей он хотел его взять за тридцатку у него там есть фирма которая скидку делает вообще он в магазине стоит где-то тридцать одну тридцать три я смотрел комплект полностью так все мне его предлагал за тридцатку я еще хотел посмотреть другие унитазы ездил тут вот я уже рассказывал один день смотрел унитазы искал мне вообще ничего не нравится все что меньше двадцати тысяч это вообще какой-то трешак ужас какой-то все что такое более менее нормально это 30-40 и все что более-менее хорошее что мне нравится это больше 60 вот я говорил что мне нравился по дизайну вообще ампм у нас дома стоит ампм и по дизайну у него формы хорошие у сантехники у этой мне нравятся кнопки хорошие красивые по технической части я конечно не знаю но у нас унитаз стоит уже три года никаких проблем все в порядке все работает крышка с микролифтом нормально работает бачок без проблем он один раз только заел вот я его поправлял и все вот я поездил посмотрел эти унитазы ничего не понравилось в итоге взял такой и взял принципе в интернете я его взял посмотрел в интернете загуглил поискал и он на пять тысяч дешевле чем в магазинах в интернете вот магазин в принципе более-менее проверенный где я покупал его его на маркете брал яндекс маркете вот и магазин там был ну с таким более-менее нормальным рейтингом давно на яндекс маркете так что не должен быть паленый подделка хотя кто и узнает сейчас распакуем посмотрим все ли тут в порядке погода сегодня конечно идеально еще стоит я вот в футболке время утра на улице тепло вообще комфортно и не холодно и не жарко самое то а сегодня у нас уже какое октября 24 или 23 вот ветерок немножко подул такой прохладненький у меня вообще знаете когда у меня есть два месяца в году когда я жалею о том что переехали в краснодар это летом вот июнь июль август там посещают мысли на какой фиг я приехал вообще переехал и хочется обратно вот как только август проходит сентябрь начинается все наоборот сейчас вот если посмотреть погоду в перми да там уже снег минус грязь слякоть уже серость началась а здесь еще солнышко светит травка зеленеет вон тут у меня вообще газончик вырос прикольный такой зеленый сейчас мы его еще завалим и можно легко на улице еще работать футболки вообще кайф сейчас бы уже сесть в гамачок кофейку налить взять книжечку какую-нибудь и лежать читать кайф если часто не знаю что проверять в принципе бачок вроде бы целый все в порядке запихиваем обратно кнопка но в целом кнопка даже вроде ничего смотрится это куча дырок раз тут дырка тут две дырки не знаю зачем ставим обратно унитаз проверили вроде все в порядке я больше переживал за бачок за пластиковый но его наверно легко найти отдельно так как модель это популярная их много почти что в каждом магазине она есть поэтому без проблем если что-то надо будет я думаю можно будет найти в общем приехали все опять раздолбили разрезали трубы потому что инсталляция тут мешает нормально поставить сейчас переделывают уехали в магазин за уголком для инсталляции решили ее сдвинуть она тут слишком если ее прямо на трубу ставить она слишком близко к стене решили сдвинуть немножко и тут еще уголок надо пока ребят нет взял у них перфоратор но я спросил конечно можно нет и продолбил вот здесь вот где бетон выпер угол для штукатурки мешалось ну точнее мне мешалось провода провести мне надо было вот здесь провода кинуть я болгаркой пытался вот она тут не влазит в угол поэтому попросил перф надо купить уже себе перфоратор тоже аккумуляторный наверное возьму иногда что-то просверлить там вот надо будет сверлить вот туда выход на свет на террасу вот здесь вот придется армопояс сверлить потому что тут уже бетон идет 20 сантиметров его нам будет уже сверлить перфоратором ну и в принципе пригодится много где под долбить что-то сантехники работают по три часа в день конструктор у них потихоньку собирается видимо чего-то не хватает и они опять останавливаются вон до обеда поработали три часа и все уехали до завтра сказали поставили инсталляцию короче она будет по ходу торчать унитаз немножко в проеме в проходе тут вообще неправильно немного получилось если честно можно было чуть-чуть сдвинуть проем как бы я сразу этот момент не увидел вот и инсталляция получается будет выпирать унитаз ну в целом она мешать ходить не будет как будто далеко до нее будет даже если будет выпирать тут все разобрали переделали заново протянули я сегодня за четыре часа собрал только вот этот вот угол электрики вывел тут по 6 жил полторашку тут будет два выключателя один внутренний в мастерской вот здесь два света две группы и один внешний на веранде две группы я думаю хватит вот а здесь будет короб короб пойдет в круг вот так вот по всей щитовой такой большой короб купим и в нем уже сделаем все смотки все узлы смотаем там то есть коробок не будем делать спаечных просто один сплошной короб и в коробе все соединим только вот я их не подписал сразу придется все прозванивать потом у меня тут бойня вчера произошла видимо кто делал этот планку эту наверх тут ходил и столкнулся с гадюками тут короче их много вот одну пригубили гадюку говорит здоровая тут одна была с метр наверно если не больше уползла где то тут вторая была уже не вижу а вот вторая и еще третья трех гадюк тут устранили так скажем в принципе и правильно нечего им тут делать я наверно тоже их буду устранять все таки довольно опасно и для ребенка если тут бегать будет ну гадюки будем с ними вот так вот разделываться а мы сегодня еще с алексеем ходили там еще одна ползала заползла в трещину а вот трещины образовались в грунте и они там гоняют в трещинах вот такое вот тут гадюк много змей завтра дожди поэтому перетащили с дороги геотекстиль он тут с дырками как бы он запакован но с дырками я побоялся в принципе ему ничего не будет он же стелется все равно на дорогу там под как бы полотно дорожное он не гниет ничего но чтоб он не намок не начал тут плесневеть как все остальное что перетащили и еще один момент тут обнаружили тут лестницы стояли вчера залазили по фасаду наверх делали и лестницы сдуло ветром и они упали на угол надо чинить угол вот раздолбили угол надо под штукатурить будет и подкрасить и вот сюда еще упало тут больше измарала нет тоже чуть-чуть отбило ладно не знаю Алексей пусть чинит так все на сегодня время уже три часа четыре я не стал тут прибираться мы с Алексеем сейчас обсуждали будем все оттуда вытаскивать ну чтоб пол сделать и еще так вот это я сделал по сантехнике в принципе я уже показал все погнал домой сейчас заеду еще в магазин кое-что прикуплю надо провод прикупить потому что не хватает все равно провода надо бухту еще купить сто метров может даже двести еще понадобится ну соточку пока куплю но завтра мне хватит осталось чуть-чуть совсем и все ладно всем пока до завтра сегодня получилось такое вот разговорное видео что делал чем что-то рассказывал не забывайте обязательно поставить лайк и увидимся завтра пока